Друзья, всем привет! И тема сегодняшнего нашего небольшого видео о том, является ли растяжка и шпагат синонимы. К сожалению, у нас существует такое мнение, точнее, бытует, о том, что если же человек умеет садиться на шпагат, то у него хорошая растяжка. Ну, так же, как и наоборот. Если не умеет, значит, всё. Ему не быть гибким, красивым и грациозным. Но на самом деле дело обстоит следующим образом. С точки зрения анатомии, бедренная кость, вертужная впадина, ну, если мы говорим именно про тазобедренный сустав, так как способность садиться на шпагат больше зависит именно от мобильности этих суставов. Так вот, если мы посмотрим на картинки, увидим, что форма бедренной кости, и самой тазовой кости у каждого человека может немножечко отличаться. Друг от друга. Соответственно, и мобильность вращения в тазобедренном суставе, бедренной кости будет немного отличаться по диапазону. А если мы оцениваем вообще диапазон движения в тазобедренном суставе и посмотрим на картинку справа, то увидим, что там не получится быть в шпагат тот самый, который мы видим на фотографиях, на картинках. Следовательно, если даже у человека это получается сделать анатомически, ему так повезло, то таких людей их очень мало. И часто способность садиться именно на анатомический шпагат, где у нас не будет происходить вращение кости, вертужное впадение, оно обусловлено каким-то даже заболеванием. Дисплазия соединительной ткани часто идет параллельно, скажем так, с этой способностью. То есть фактически даже можно таких людей назвать суперспособными, которые могут садиться на шпагат, и именно их сустав этому предрасполагает. Все остальное это уже модернизация шпагата, где у нас идет вращение бедренной кости, ее сапинация, то есть вращение наружу. И визуально тогда человек может выглядеть сидящим на шпагате. Хотя если оценивать, опять же с точки зрения анатомии и биомеханики, там будет, как это тоже бытует такое название, галочка своего рода осуществляться. И, опять же, шпагат нельзя у нас считать критерием здоровья по медвективному аппарату, опять же, именно по этим причинам. И давайте рассмотрим следующий факт. Шпагат как критерий гибкости. Опять же, критерием гибкости мы не можем его считать. Почему? Потому что это может просто человеку повезло, у него гипермобильность, то есть излишняя мобильность в суставе. А мобильность у нас не единственное качество, которое характеризует гибкость. То есть, опять же, гипермобильность, она идет в параллели с той самой дисплазией соединительной ткани. То есть, опять же, это, возможно, заболевания, вегетисосудистая дистония и все симптомы, которые ей предшествуют. То есть все это может и как раз у человека быть. Поэтому, опять же, если человек обнаружил у себя способность к шпагату, это не значит, что ему нужно тянуться еще больше и сильнее, да, уходить в минус, потому что это очень большой риск приобретения травм. Поэтому, помимо мобильности, мы должны еще оценивать такие факторы, как стабильность и нервно-мышечный контроль. Об этом чуточку позже расскажу. И еще, да, некоторые ассоциируют шпагат, как, ну, в принципе, это и так и есть, да, это танцевально-гимнастический элемент, цирковой элемент. То есть он нужен только небольшому проценту людей, которые непосредственно занимаются теми видами спорта, в которых этот шпагат – это такой неотъемлемый элемент, то есть такое узкоприкладное качество. И, опять же, далеко не во всех видах спорта он вообще нужен. И некоторые стремятся, естественно, шпагат думает, что это, опять же, критерий гибкости, растяжки. Но на самом деле для того, чтобы быть гибким, мобильным в суставах достаточно, да, мобильным, при этом иметь необходимую стабильность, дневно-мышечный контроль, не обязательно совершенно выходить в такие большие амплитуды. Опять же, они нужны тем, кто, по сути, этот шпагат использует каждый день, да, в своей деятельности, у кого спортивная деятельность, опять же, чаще всего, да, цирковая какая-то, гимнастическая, это такая работа своего рода, да, основной источник дохода, заработка, либо еще какие-то, да, факторы. Возможно, даже закроем глаза и скажем, да, что любители, которые занимаются этими видами спорта, просто, как говорится, для СЭБа, они, да, могут выполнять комплекс упражнений, которые будут приводить их к этому элементу. Опять же, есть определенные методики, которые позволяют максимально безопасно привести к шпагату, но просто бездумно пытаться сесть на него кое-как, абы-как, там, для того, чтобы просто, чтобы он был, появился хотя бы раз, да, вы на него посмотрели на себя, точнее, в зеркало в шпагате, там, сделали фотографию, выложили ее там куда-то, если, да, такая потребность есть, то это совершенно, я бы даже сказала, глупая затея, потому что, опять же, рисков приобретения трав много, потому что, опять же, для того, чтобы выйти в шпагат и чтобы он не нанес вам никаких увечий, повреждений, сухожилий, связок, ну, вообще, суставно-связочного аппарата, ну, опять же, да, тут, как бы, сами оценивайте риски и ответственность о своем здоровье. И, опять же, да, для того, чтобы приобрести мой шпагат, нам потребуется время. Все вот эти, которые у нас с обувиски висят в том, что на шпагат за две недели, за месяц, даже там за два, лучше им не верить. Опять же, если у человека был прошлый опыт тренировок, он там бывший гимнаст, да, он может, он способен, но там его породвигательный аппарат уже подготовлен фактически к такому стрессу, да, как выход на шпагат, на мостик, там, и все такое, на все гимнастические элементы, которые вообще могут быть. Но если же человек ранее не занимался данными видами, направлениями, да, спорта, либо вообще даже ничем, никакой физической деятельностью не занимался, не факт, что его анатомия, его вот забитренного сустава, там еще будет немного иметь, и свойства коленного сустава иметь значение, то не факт вообще, да, что он в короткий период сможет сесть без травм, и на этот шпагат не удерживать его там долгое время. Поэтому имейте этот момент в виду. Так вот, и по итогу давайте с вами коротко охарактеризуем, что на растяжку, на вообще качество гибкости у нас влияет мобильность, конечно же, это основное свойство суставов, то есть то, насколько вообще у вас в суставе могут в каких-то направлениях происходить движения, в каких сочетаниях, да, в каких плоскостях. Соответственно, в зависимости от какого-то вида спорта и к гибкости уже будут какие-то свои и предъявляются требования, да, то есть в видах спорта, например, в гимнастике, там, в акробатике, естественно, там и требования будут гораздо выше, чем, например, в тяжелой атлетике. Поэтому гибкость само по себе, опять же, да, это физическая качество, но величина абстрактная. Нет какого-то понятия, что если вы дотягиваетесь, скажем так, рукой до своего носка, и у вас не возникает болевых ощущений, мышца к задней поверхности бедра, то, значит, вы гибкий, а другой человек нет. Во-первых, мы должны понимать, что у двух одинаковых людей, двух рядом стоящих людей могут быть абсолютно разные с точки зрения пиомеханики, там, длинный рычагов. То есть у одного очень длинные ноги и там, ну, очень коротенькие, как там у динозаврика ручки, да, естественно, ему дотянуться до своего носочка будет гораздо сложнее. А у другого наоборот, ну, так сложилось, что вот ноги у него короткие, да, а корпус, руки, ну, вот, длинные, и ему это будет сделать гораздо легче. И, опять же, да, мы не должны сравнивать себя с кем. То есть все относительно ваших каких-то индивидуальных особенностей и ваших целей. Поэтому, опять же, что веду к чему гибкость у нас лично абстрактная. И ее, да, оценка у нас зависит от степени достаточности какого-то конкретного движения, которое вам будет необходим в каком-то определенном виде спорта, либо быту. Ну, скажем так, если вы любите ходить в походы, да, там, в горы, и, естественно, вам нужна будет там растяжка, достаточно эластичность мышц ног, чтобы, там, выполнить широкий шаг, там, залезть куда-то на гору и так далее, да. Ну, а если же вы сидите в офисе каждый день и, в принципе, да, у вас деятельность связана с минимальным количеством ходьбы, то вам будет достаточно при помощи тренировок просто поддерживать необходимую нормальную мобильность движения в тазобетном, вообще во всех суставах, да, которые есть. И это будет нормальной гибкостью конкретно для вас. Поэтому не нужно пытаться прыгнуть выше головы. Если вы там, это как сравнивать, да, что если вы там не умеете играть на велончели, либо там играть бахады шопена, это не значит, что вы какой-то странный, да, и не так развитый хорошо, как гимнасты, циркачи и так далее. Поэтому, если, опять же, вы не используете шпагат в своей повседневной жизни, в этом ничего страшного нет. Шпагат – это не показатель хорошей растяжки и гибкости. И закончу эту тему, что помимо мобильности, мы должны оценивать гибкость с точки зрения стабильности, то есть того качества, свойства сустава, благодаря которому у нас сустав не ходит, не болтается в разные стороны, когда вы выполняете какое-то движение. Например, если вы садитесь, и ваши колени не мотыляют в разные стороны в этот момент, значит, они у вас достаточно стабильны. И, опять же, с учетом нервно-мышечного контроля мы должны оценивать нашу гибкость. То есть что это такое? Это способность вашего мозга управлять сегментами вашего тела, то есть вашими конечностями. То есть то, в каких амплитудах вы можете спокойно выполнять какое-то движение, либо резко его выполнять так, чтобы у вас не произошло повреждение суставной капсулы, перерастяжение связок и, соответственно, получение какой-то травмы. На этом наша тема заканчивается. И будьте здоровы!